Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодняшняя наша глава называется Наах. И очень известная вещь, Бавилонская башня. С чего все начиналось? Всевышний благословил Нааха и его сыновей Шема-Хама-Ефита. И сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Благословил их Всевышний. Казалось бы, все хорошо. Сыновья Нааха обязаны бояться Бога и соблюдать заповеди. Семь западных сыновей Нааха и прекрасно жить. И случилось, что во время того, когда на земле жил сын Эвера, которого звали Пелех, Был такой царь Немрод. Он был сыном Куша. Куш был кем? Он был сыном Хама. Первым сыном Хама. И его тоже звали и Куш, и Немрод. Еще его звали Амрафель, известный нам из лавы. Лехлаха Амрафель, царь Шенара, Вавилонский царь. С которым сойдется Аврагам в бою, будучи еще Аврамом. В общем, он, будучи 40 лет, завоевал авторитет. Он был искусным охотником. У него была одежда Адама. В свою очередь, его сын, его папа, его хам, похитил ее у своего папы Нааха. В ковчег она попала от Адама. По поколениям досталась эта одежда. Она была чудесная одежда. Звери не боялись. Он был охотником. Все увидели, что он на охоте преуспевает. В общем, он был таким воеводой. И была война между сынами Хама и сынами Ефида. И он одержал победу. Завоевал авторитет. И он сказал, что нам нужно одержаться вместе. Всем нам будет хорошо, когда мы вместе. И там мы будем сильными. И тогда никто нам не страшен. И он всем объяснил, что мы будем жить так, как мы хотим. Нам надо защититься только от воды. Мы же помним, что был потоп. И наши родители знают, когда Всевышний затопил всю землю. И теперь она защитится. И они нашли долину, Шинар. И решили там построить огромный город и башню. И это был город-башня. Всевышнему понравилось, что люди объединились. Он любит, когда люди объединяются. Даже удивительно, за преступления, которые совершаются группой людей, меньше наказания, чем один человек. И вот они объединились. И написано, что взяли кирпичи, обожгли в обжигальне, сделали что-то особо прочное. И смола горная стала им вместо цемента. Всевышний сделал чудо. Он дал им возможность быстро строить эту башню. И всем народам кинулись строить эту башню. Расчет был такой, что если Всевышний захочет залить землю водой, чтобы утопить, то они зайдут в башню. Она будет выше, чем у Всевышнего хватит воды. То есть до такой степени дошли. И они упорно строили эту башню. Всем народам. Как ним род и хотел. Они ставили один кирпич, Всевышний, а что, становилось два. Ставили два кирпича, становилось четыре. То есть неверными темпами они дошли до того, что высота башни уже была такая, что чтобы на нее в вершину зайти, нужен год. Они действительно решили бросить вызов Всевышнему. Решили поставить на вершине горы. На этой башне, вершине этой башни идола с мечом. Как бы был прямой такой вызов. Они думали, что они могут бросить вызов Всевышнему. И все, теперь они могут делать, что они хотят. Всевышний наказать не может их. То есть невероятное заблуждение. Такое, что невероятно. Шем, конечно, отказывался от этого. Авраам, проходя мимо этого места, он проклял их за такое отношение, что они решили такое сделать. Сын, даже внук Шема Эвер, он тоже отказался от такого. А сын Шема Ашур, он отказался демонстративно тоже участвовать в этой афере Немрода. И за это потом Всевышний ему подарил построить Нинвэ, Города он ему подарил, в общем, заслужил. Остальные люди нет, они подчинились Нимроду. Они поняли, что он Бог, и они строили эту башню. И это был действительно прямой вызов, борьба против Ашема. Потому что то, что было до потопа, теперь они поняли, что они будут. Такие они сильные. А Всевышний увидел, что они сильны. И решил их наказать. Но не хотел убивать, потому что все-таки люди были вместе. Он взял и смешал их языки. И теперь один не понимал речи другого. Они так фанатично строили эту башню, что если падал человек с башни, они меньше страдали, не обращали внимания на человеческую жизнь. А вот если кирпич падал с башни, они очень расстраивались. Для них это была трагедия. Человеческая жизнь уже ничего не стоила. Посмотрели с кирпичами даже. В общем, теперь, когда один говорит человек, дай мне молоток, другой дает ему кирпич. В общем, они перестали понимать друг друга. Рассорились между собой. И разошлись по всему миру. То, что хотел сначала Всевышний сделать. Чтобы люди жили по всей земле. После этого Всевышний разрушил эту башню. И наши мудрецы говорят, что остатки в земле ее еще остались. В Ираке. В общем, и на этом все это закончилось. Сам Немрод потом еще был царем. Амрафелем. Царем Шинара. Он будет воевать против Аврагама. Кончится тем, что Эйсав. Брат Якова пойдет на охоту. И там он и убьет Немрода. И заберет эти одежды. И спрячет их в доме Ривки матери своей. И потом он переоденется. Потом Якова Ривка оденет в эти одежды. Чтобы получить благословение. Но это будем учить дальше в главе Талдот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хая Малка Бат-Йосев, Мира Бат-Аврагам, Памяти Яков бен Нахум, Уриль бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон бен Мира, Фейга бен Берта, Берта бен Фейга, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перб от Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосим Бен Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Ольга Бат-Светлана, Йосим Дан Бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат-Белла, Мазал Парноса, Сгула, Ирина Батури, Аронаре Бен Ри, За хороший дух, Аронаре Бен Двойра, Низ Бен Ахум, Авигал Бат-Цара, За Парноса, Ибрюд, Владимир Бен Рая, Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем Браха, Парноса Каванам, Мазал Тош, Что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем всего самого наилучшего, До следующих встреч, Надеюсь, он состоится завтра, В 10.40, Шалом!